Всем привет! Иметь гуглофон под рукой бывает полезным, особенно когда гугл представляет свою новую версию андроид. Тем более сейчас вышла уже вторая публичная бета 12 версии операционки. Я уже пару недель тестил первую бету и готов сказать наверняка, по стабильности она могла дать фору большинству релизных прошивок Xiaomi на MIUI. Причем изменений даже между бета 1 и 2 тоже хватает. Прямо скажу, я люблю оболочку пикселя, и да, называть ее голым андроидом нельзя, это ошибка. Но это именно тот вид, который сама гугл условно называет эталоном для смартфонов на этой операционке. И в этом видео я назову лишь самые заметные изменения, а если в их числе не окажется самого важного, на ваш взгляд, обязательно поделитесь этим в комментариях под видео, не стоит держать это в себе. Первое изменение это Always On-Ecran. Он и раньше-то был хороший у гугл. Теперь же, если нет новых и активных нотификаций, часы занимают почти половину экрана. При поступлении уведомлений, они сдвигаются вверх, уменьшаясь в размере, и под ними появляются иконки нотификаций. Даже мимолетного взгляда на смартфон теперь достаточно, чтобы понять, свалилось ли тебе в какой-нибудь чатик сообщение. Не отходя от кассы, тыкаем на экран и видим самые последние или приоритетные уведомления. Это пример хорошего интерфейса, где для получения какой-либо информации мы тратим меньше всего времени на клики, тапы и прочую ерунду. Один раз коснулись экрана, и уже все ясно. Потянули за уведомление и получили полную ленту. В прямом смысле можно получить всю необходимую информацию на раз-два. Здесь же, на заблокированном экране, внизу иконка и кошелька, который перебрасывает нас на выбор используемой карты в Google Pay. Раньше мы видели нечто подобное при зажатии кнопки выключения. Теперь же меню выключения отвечает только за свои основные функции, что более логично. Мельком уже в предыдущем пункте мы могли заметить и обновленную шторку уведомлений, где тумблеры-переключатели выросли под современный лад и теперь куда более читаемы и понятны. А еще они теперь отделены от уведомлений куда нагляднее, как с точки зрения цвета, так и с точки зрения используемых слоев, ведь нотификации буквально лежат сверху. К реализации вопросов нет. Подобное мы уже видели как на Apple iOS, так и на многих прошивках Android. Но реализовано здесь все по уму. Далеко не первый раз Google поглощает идеи других разработчиков, включая их наработки в стоковой версии Android. Здесь же теперь есть и кошелек, и меню выключения. Интересно реализованный тумблер интернет, который теперь совмещает в себе и данные сотовой сети, и Wi-Fi. При нажатии на него снизу появляется всплывающее окно с выбором сети. Но отключить тот же Wi-Fi быстро теперь не получится, ведь даже в меню настроек тумблер стоит ровно после всех найденных точек доступа. Думаю, что к вероятной бета-3 и тем более к финальному релизу это меню претерпит новые изменения. На рабочем столе изменений практически нет. Разве что всплывающее по долгому тапу меню несколько видоизменилось, и я не пойму в лучшую или худшую сторону. Мне не очень нравится разделение плашек или кнопок, но может это просто дело вкуса. Также поменяли меню выбора стилей и обоев. Оно стало более завершенным и понятным, а предпросмотр обоев стал куда лучше вписан в общее окружение. А вот раздел стиль в бета-2 сломали. Ну и ладно. Меню последних приложений теперь лежит не на размытых обоях, а на однородном фоне, цвет которого зависит от используемой темы оформления. Классические светлые или темные выбранные в настройках. Ну а при первом открытии приложений с рабочего стола, в центре будет красоваться иконка приложения. Вроде бы это небольшое изменение, но если взглянуть на полный беспорядок до обновления, где все разработчики делали что хотели, то это простое решение привносит единый стиль, что конечно немаловажно. И да, иконка стала значительно больше, если сравнивать бета-2 с бета-1. Снова перерисовали ползунок громкости, появляющийся при нажатии на боковые кнопки. И тут все тоже хорошо и интуитивно. Ну и конечно весьма важные изменения. В статус баре в правом углу теперь мы можем видеть информацию о использовании камеры или микрофона в реальном времени. Это очевидное заимствование у iOS, но весьма важное с точки зрения безопасности. Поэтому я только за. В конце концов обе операционные системы, то здесь, то там, копируют друг друга и это нормально. Еще одно не столь важное изменение, но бросающееся в глаза, состоит в том, что в конце анимации прокруток теперь есть некоторый желейный эффект, что в корне отличалось от старого подхода Google. Теперь все смотрится несколько дружелюбней к пользователю, как мне кажется. Наконец последнее, о чем бы я хотел упомянуть в этом видео, это меню настроек. Здесь есть совершенно очевидное заимствование у Samsung, когда достаточно большая часть экрана сверху показывает, в какой подкаталог или подраздел вы перешли. Просто, симпатично, интуитивно и понятно. Ну а если сравнивать с бета 1, то разделом вернули описание, а про пролистывание вниз название подкаталога теперь уходит в более ярко выраженную шапку. Да, это не все изменения, с которыми можно столкнуться в Android 12, но далеко не все заметны глазу и спрятаны глубоко в системе, или и вовсе носят характер обновления какого-то сервиса или приложения, а не оболочки операционной системы. Да и потом, это всего лишь первая бета. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok